здравствуйте драгоценные мои друзья страшная трагическая гибель кота твикса бело-рыжего котика которого проводница возможно женщина не такая плохая выкинула из поезда на снег в 25 градусный мороз домашнего котика выкинула на мороз хозяин ну не хозяин там был родственник хозяина который перевозил этого кота из екатеринбурга в питер на в это произошло в городе кирове на остановке схватился уже поздно до человек пожилой хватился поздно до что кот выбрался из переноски и имел билет код дополнительно была оплата имел билет и выбрался и в общем-то проводница которая проверяет билеты она ну понимала да что в это что в вагоне едет мужчина с животным но видимо проводница вроде как спрашивала всех чей кот чей кот а может не спрашивала в общем выкинула его на мороз и конечно как вы друзья мои понимаете кот был дорог своим хозяевам они подняли ну шум обратились к волонтерам люди начали искать этого кота и вот буквально сегодня его нашли замерзшим мертвым ну там там же где-то в районе кирова трагическое ужасное событие ну такое знаете вот своей обыденностью на самом деле таких трагедий происходит ну наверно тысячи по нашей стране законы позволяющие сейчас убивать и усыплять собак там каких-то бездомных а каких-то может быть потеряшек которая за какое-то время не могли найти хозяев не могли их пристроить там волонтеры или еще кто-то их ну законы некоторых субъектов федерации разрешают их якобы без безболезненно усыплять но мы знаем это якобы безболезненно усыпление уже не раз в якутии в оренбургской области это жестокое убийство откровенно живодерской обычно там либо травят чем-то либо просто лопатами там забивают до смерти условиях содержания таких животных тоже ужасны собаки коты люди никому не интересно собаки и коты так это живодерское общество и вот таких женщина которые ругаются есть люди которые но кормят этих животных у них есть сочувствие сострадание есть противоположные которые считают что это разносит заразу и вот эта борьба она везде идет по всей стране везде да вот кормишь животных где-то и подходит какая-нибудь рожа да мужчина женщина неважно здесь и а что вы здесь заразу разносите зачем что вы что вы делаете зачем вы это делать а вот прямо честно говоря конечно хочется плюнуть в лицо и бывало друзья мои ну не физически энергетически говоришь сразу откровенно что думаешь о этих живодерских людях бывало у меня не раз да я тоже кормлю животных и когда такие люди под подходит я совершенно конечно без мата легко и говорю что вы мерзавец и негодяй вы живодер и убийца и если у вас нет сострадания то вам вас ожидает судьба и в этой жизни и в следующей не менее страшная и трагическая тем чем судьба тех животных коих вы хотите уморить голодом не признаете за ним право жизни вот примерно такой текст я говорю он приводит некоторых людей просто в ступор да тут тут уже как бы сказать нечего да даже даже достаточно агрессивные мужчины когда ему в лицо говоришь ты мерзавец живодер и убийца да и делаешь это так что как что хочется ему хочется просто поскорее уйти ну вот этот это событие конечно ну оно дошло до госдумы хотя там 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 же сидят вот это вот вот эти люди которые при вот эти законы об убийстве животных ну видимо тоже там наверное у них все-таки трагедия друзья мои трагедия наворачиваются слезы но для нас вот вот эта гибель этого кота до домашнего кота которого просто выкинули на самом деле каждый из нас да вот мы живем вроде в теплых домах ну вот что то у кого-то там боль более удобную кого-то менее удобные но в любой момент вот вселенная нас возьмет за шкирку и посадит вот туда там где мороз там где волны мечутся пока мы живем в этом мерке маленьком и ведем себя недостаточно да недостаточно экологично то всегда есть вероятность тоже попасть вот на такую бессовестную женщину проводница она же не не убийца но убил кота бездомный кот а чушь он стоит ли он жизни он пробрался в ее вагон еще не дай бог здесь нагадит все на улицу на мороз и людей выкидывают на мороз и котов и собак трагедия друзья мои трагедия все душа моя плачет по коту твиксу хорошему красивому милому бело-рыжему коту твиксу а живодером любым живодером проклятие на и головы и пожелание того чтобы они на своем опыте поняли что такое голод холод одиночество и отчаяние вот мои друзья мои пожелания все пока счастливо